Мои цели ничуть не отличаются от целей того времени, когда я только пришел в профи. Драться с крутыми бойцами в крутых боях. Я тот, кто развлекает публику и дает народу то, ради чего ходят на бокс. Я творю счастье и нужен боксу. Я сейчас на том этапе карьеры, когда я уже не могу позволить себе ошибок. Я теперь предельно собран. Больше никаких ночных пати, бухлишка и отвлекающих от достижения мечты вещей. Всем супертяжам, которые считают, что с чессорой все, вы ошибаетесь. Это лишь начало. Это война. Добро пожаловать снова на канал на связи. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и обязательно подписываться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего видео, а также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. Ведь там кроме контента я публикую уведомления о новых выпусках. Если по какой-то причине ютуб вам не прислал. А это бывает очень часто. По-братски, бро, напиши комментарий, поделись этим видео в своей соцсети и влепи жирный лайк. Ведь это помогает мне в создании новых выпусков. Тебе две минуты, а мне будет очень приятно. А мы начинаем. Сегодня я предлагаю вам поговорить о самом эпатажном боксере в мире. И о будущем сопернике Александра Усика, Дереке Чсоре. Дерек Чсоре один из самых скандальных и ярких бойцов современной боксерской эпохи. Он родился 29 декабря 1983 года в Зимбабве, в городе Барри, который является пригородом столицы крупнейшего города страны Хараре. Первым видом спорта для парня стал не бокс, а популярным в Зимбабве крикет. Им он занимался, пока его семья не переехала в Англию. После переезда на Туманный Альбион они поселились в Лондоне. Именно там 16-летний юноша и начал заниматься кулачными боями. Сперва начал как любитель. Смог достичь относительно неплохих результатов. В 2005 году он победил на 119-м национальном чемпионате Англии, а также завоевал золото на турнире четырех наций, в котором соревновались лучшие боксеры Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса. У него были все шансы победить на квалификационных турнирах и попасть на Олимпийские игры. Но молодой боксер решил иначе. 17 февраля 2007 года состоялся его дебют на профессиональном ринге. Сначала уверена, он побеждал откровенно посредственных оппонентов. Первым более-менее серьезным экзаменом для него стал американец, экс-претендент на чемпионский титул Дэнни Уильямс, который, кстати, когда-то победил самого Майка Тайсона. Лондон, Великобритания, 2010 год. Дерек Чесора против Дэнни Уильямса. 12-ти раундовый бой в супертяжелом весе закончился намного быстрее запланированного времени. Молодой и наглый Дерек смог переломить под себя идущего на спад американца. Мощными ударами он дважды отправил Уильямса в нокдаун во втором раунде, а затем, не дожидаясь гонга, и полностью его нокаутировал. Уроженец Зимбабве победил крепкого британца Сэма Сэкстона и вышел на бой с еще одним непобедимым соотечественником, на тот момент еще не перспективным и не слишком известным, его величеством цыганским королем Тайсоном Фьюри. Лондон, Великобритания, 2011 год. Дерек Чесора против Тайсона Фьюри. Перед боем у обоих боксеров был одинаковый рекорд 14 побед в 14 поединках. Чесора даже рассматривался как фаворит. Однако андердог поразил надежной защитой и гораздо более разумной манерой ведения поединка. Фьюри лучше распределил свои силы, наносил слабые удары, но в значительно большем количестве. Эта стратегия принесла ему победу единогласным решением судей. Победитель этого поединка получил титул чемпиона Великобритании и Британского Содружества и рассматривался как потенциальный оппонент для чемпионского боя с Владимиром Кличко. Тогда Тайсон отказался от встречи с украинцем, решил провести несколько промежуточных поединков. Об этом я рассказывал в моем предыдущем выпуске. Хельсинки, Финляндия. 2011 год. Дерек Чесора против Роберта Хеллениуса. С момента первого поражения в карьере не прошло и полгода, как Чесора снова терпит неудачу. Однако на этот раз все было совсем по-другому. В этот раз он выглядел явно лучше, но рефери нечестно отдали победу боксеру, который бился у себя дома. Наверное, именно из-за этой несправедливости боксер из Лондона и получил право сразиться за титул чемпиона мира WBC против украинца Виталия Кличко. Мюнхен, Германия. 2012 год. Дерек Чесора против Виталия Кличко. Тогда, в 2009-м, он прославился на весь мир. Причина этого, в первую очередь, не его спортивные навыки или сам бой, а то, что ему предшествовало. Дерек вел себя максимально нагло, дал пощечину Виталию во время дуэли взглядов, а потом вообще набрал в рот воды и выплюнул ее в лицо брату Владимиру. В ринге он за это неплохо получил. Проиграл почти все раунды и пропустил большее количество ударов. При этом стоит отметить, что Чесора показал крепкий подбородок и солидный напор, и смог создать определенные проблемы для чемпиона в восьмом и десятых раундах. После боя с Кличко карьера лондонского боксера начала проходить с очень переменным успехом. С тех пор он провел 23 боя, в семнадцати победил и шесть раз проиграл. В своих поединках Чесора выглядел очень по-разному. То было впечатление, что он является посредственным боксером, которых порой грубо называют мешками. То закатывал просто впечатляющие бои, которые наводили страх на всех возможных противников в дивизионе. Прошлый год был, наверное, самым успешным за все время для Чесоры. В нем он три раза победил. Лондон, Великобритания, 2019 год. Дерек Чесора против Сенада Гаши. Десятираундовый бой между Дереком Чесорой и Сенадом Гаши рассматривался многими экспертами, как схватка двух примерно равных бойцов. На деле же получился довольно скучный бой, в котором немец трусливо убегал от британского противника. Чесора победил во всех раундах. Лондон, Великобритания, 2019 год. Дерек Чесора против Артура Шпилька. Очень интересная схватка двух бойцов, которые в прошлом претендовали на чемпионство, состоялась в середине лета в столице Великобритании. Два больших хулигана пообещали надрать друг другу задницу и действительно взялись за дело. Но более крупный британец уверенно зажал уступающего в габаритах поляка возле канатов и сильным ударом отправил брутальный нокаут во втором раунде. Лондон, Великобритания, 2019 год. Дерек Чесора против Дэвида Прайса Бой за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе между британцем Дереком Чесором и Дэвидом Прайсом был заметным событием для фанатов бокса осенью прошлого года. Два звездных боксера сошлись в интригующей схватке. Чесора бросился в атаку без разведки. Легко входил в удобную дистанцию, прошивал защиту оппонента джебом. Бил в обход блока, использовал апперкоты в инфайтинге. Прайс отметился разве что тем, что все это легко перенес. Но уже в четвертом раунде схватка завершилась. Чесора продолжил атаки, навязывал драку на ближней дистанции и обессиленный Прайс рухнул на канвас. Здоровяк с трудом поднялся на ноги и якобы был готов продолжать схватку. Но его угол выбросил полотенца, остановив бой. Три к ряду победы над хорошими противниками снова вывели Дерека Чесору в группу элитных представителей хэви-вейта. Сначала он планировал провести бой с бывшим чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером. Но того по официальной версии укусил какой-то паук и бой сорвался. Более вероятно Джозеф просто струсил. После этого против него осмелился выйти наш Александр Усик. Схватка которых должна состояться в этом году. Дерек Чесора это один из самых неудобных бойцов супертяжелой весовой категории. Недостатком и одновременно его преимуществом является характер боксера. Он может выйти заряженным на победу и при определенном стечении обстоятельств победить в ринге кого угодно, без исключения. С другой стороны может расслабиться и выдать откровенно провальное выступление. Но такого мы уже давно не видели. Дереку 36 и он стал более серьезным. Поэтому ожидаем, что в бою с Усиком он будет в лучшей своей форме. А это значит, что бой должен быть чрезвычайно интригующим. Чесора возможно наиболее потажный боксер в мире. Скандалы и выходки уже стали почти синонимом его фамилии. Они сопровождают всю его карьеру. В частности, он швырнул стол в Диллиана Уайта, плюнул в лицо Владимиру и дал пощечину Виталию Кличко. Сделал массовую драку с Дэвидом Хеем, кусал в ринге боксера Пола Батлина. Водил машину без прав и даже бил свою девушку из ревности. Что ж, давайте запасемся попкорном. И на этой ноте, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии об услышанном. И поделитесь этим видео с другом, который также интересуется боксом. Увидимся в следующих видео. Берегите себя. Удачи!